Привет, друзья! Это наш новый влог. Он будет посвящен поездке из Сочи в Брянск. Как мы вообще вчера поступили? Мы доехали до Лазаревского, где мы, собственно, сейчас и находимся. Переночевали на заправке. Хотя, по идее, должны были из Сочи стартовать сегодня. Зачем мы это сделали? Сегодня суббота. Очень много машин на дорогах. И кто ездил по этой трассе, знает, там много реверсивных движений и огромные, просто огромные пробки. Поэтому мы решили сделать такой ход конем. В ночи доехали до Лазаревского, переночевали тут на заправке Роснефть. И все сдвигаем дальше. Что у нас по быту? Мы уже поспали. У нас тут все вещи перенесены. Вон, видите, здоровый чемоданище с вещами Кати. Подарочки, которые мы Леночке везем. Ну, куртки и все остальное. Катя пошла, она сейчас возьмет по хот-догу. Так, наверное, лучше видно. Наверное, зря я поставил на панельку, ну, на торпедо. Тут светит солнце. Да, пошла за хот-догами. Сейчас перекусим и поедем дальше. Что хотел сказать? Мы вообще немножко неправильно сделали, когда ночевали. Я врубил печку в машине, блин, на 23 градуса и без кондея. С утра встали, просто капец жарень. Что, ты не купила хот-доги? Ну, у меня денег с собой не было. А, блин, так возьми на карту мою. Ты как, офигела от жары? Да, я все мокрая была. Я тебя просила кондер включить. Я окна открыла, очень жарко было. Да, сейчас машина пишет 21 градус. Ну, на самом деле, это не соответствует действительности, потому что машина черная и стоит достаточно долго на солнце. И кто спрашивал, что за сериал мы в предыдущем влоге вообще смотрели, это Люцифер был. Пока три серии посмотрели. Сейчас еще перед хот-догом вточу яблоко-банан от Агуши и потом уже сверху вредную сосиску. Все, готово. Ой, у меня еще со вкусом печенья. Я уже так соскучился, что в одной майке можно стоять на улице. Просто оттензенно. Тин-тин. Это какая? Куриная. Огонь, ребята, погодка. Сочи дождь. Правда? Там 13 градусов и дождь, а здесь 14 солнца. Я прям чувствую запах весны. Вот прям тепла. Я, конечно, долго так не простою. Плюс 14, понятное дело. Но сейчас неплохо. Неплохой хот-дог, кстати. Почти лето. Вообще мне так это нравится. А? А лето будем ныть, что слишком жарко. Плюс 30. Так всегда и происходит. Может, по лакомке вточим, а? Какое? Ну, это вкусно. Какое? Это 48 копей. Не, с клюквой не хочу. Я, наверное... Вкусно. Лакомка не вкусно? Это вкусно. А, ну, бери. Только оно какое-то не перемороженное. Ну, ладно. Это контактный даже не на то. Вкусно? О, вкусно. Ну, мы практически доехали до Джубы. У нас время 15.35. Еще раз все-таки хочу обратить внимание, что на улице прекрасная погода. Плюс 15 градусов. Цветит солнце. Замечательно. Дальше у нас, собственно, дорога до Краснодара. И надо будет ближе к пяти часам, наверное, определиться. Что-то с едой поесть. Более серьезно. Но я пока не придумал. Единственный вариант это, может быть, помпончик. Да, можно там супчик съесть. Я борщичку возьму, три этих, бочечка. И, в принципе, нормально будет. А там ближе к вечеру, тогда, не знаю, определимся. У меня волосочек вылезет. Что это за одинокая бабалька? У нас последняя возможность на море посмотреть. Какая последняя? Ты что, каркаешь? Не, я имею в виду на этой дороге. Дальше уже все. Будет такая местность. Не увидим. Поставили машину. Сейчас перелезем через заборчик. Подожди меня. Только тут смотри, Кать. Вниз не спускайся, а то мы упадем. Это все очень мягкое, ненадежное. Ой, оно красивое. Смотрите, какие волны красивые, очень. И цвет у воды, да, такой прикольный сегодня. Мы были с тобой в Сочи, не было такого цвета. Да, вот так. Так, вот заснимем. Я надеюсь, что-то видно будет. Вообще очень классно, что я стал снимать на Sony X3000. Потому что с обычной камеры, знаете, очень лениво иногда ее доставать. Какие-то ракурсы подбирать. То есть все равно тряска есть. Она тяжеленькая. Она эту мелкую вообще класс. И вид как раз широкий. То есть у нее угол обзора очень большой. Запах потрясающий, ребят. Не могу через камеру передать. Но поверьте, такой морской, теплый воздух. Ну просто класс. Не Таиланд, конечно. Но все равно очень приятно находиться. Катюша сейчас еще фоточки поделает. И поедем уже. Передаю атмосферу как есть. Пообедать мы к помпончику подогнали. Я в майке пойду. Ты коррепила, что ты не заснял, когда я пела? Только что? Заснял чуть-чуть. Наверное. Все, го. Че будешь? Тебя. Необычно. На улице еще теплее стало. Удивление. 18 градусов. Класс. Какой воздух, да? Помнишь, что такие фрички были? Так, помню, со столиком и зубочистые. Да, помню. Проблема, я сейчас не понимаю, а чем вверх не откроется? Ну, так вот вышло. Вот так вышло. Извините. Да. Катюша. Катюша. Останавливаем гаичник. Едет на улице. Через полчасика у нас уже темно будет, поэтому я решил остановиться возле пропускного пункта и показать вам уходящее солнышко. Катя что-то снимает. Телеграмм-канал. Разомнемся и поедем дальше, но нам еще очень долго ехать, 14 часов, если вот прям нон-стопом тирать до Брянска, то приедем мы, сейчас я посмотрю, в 7 часов 56 минут, утра конечно же, а не вечера. Вот такая дорожка у нас, едим, болтаем, музыку слушаем. К нам и въехали в Ростовскую область и впервые пойдем в столовку, ложка замала. Откуда? Это магазин Магнит, а нам сюда. Или ты хочешь в магаз пойти? Ни разу там не ел. Давай посмотрим. О, а тут прикольно, кстати. Да, мороженое есть. Ростовский пломбир гостовский. Что тут? Хлебушек, пирожочки, гуляши, котлеты. Слушай, ну тут все есть. И макарохи, и пюрешка. Причем смотри, разные компоты, этот светлее, этот темнее. Отдельные яички отварные, что хочешь есть. Что взяли? Симпатизм. На 600 рублей. Два оливье, мне и Кате. Кате еще булочку себе, и котлету я взял. Вишневый пирог. По-моему это свина говяжья и макарошки полили. Это от гуляшка, по-моему, соус. Вишневый пирог. А, и вишневый пирог. Ну это ты себе. И чай зеленый. И булочка. Ну и компот. Вот это все 600 рублей. Приятно. Спасибо. А это мне к пирогу. Все, давай лопать. Я-то немножко, когда забирал, немножко, видите, промахнулся. Что, как оливье? Нормаз или не очень? Нормаз. Мама лучше делает. Ну, понятное дело. Мама всегда лучше делает. Заценим-ка я. Ну-ка. Давай, держи. Сейчас по 10 баллей скорее. Оценим. Блогер. Блогер. Ну. Такой. На пятерочку из 10. Да. 5-6, не больше. Да. Сюда бы колбасу подороже и было совсем хорошо. Ты на вкус, да, цену колбасы определяешь? Ммм? На вкус, да, цену колбасы определяешь? Опыт, наработанный годами. Ты помнишь, какую я покупаю? Помню, да. Офигительно. У меня почку надо продать, что такое колбасу попить. Ну, это да. Ты даже сказала, но хочу не покупать. Она недорогая. Сколько она стоит? Дорогая. 300 с чем-то за 100 грамм. Ну, почку продавать мне не надо. 300 с чем-то за 100 грамм. 300 с чем-то за 100 грамм. Это дорого. Около 400. Ну, вот мы дегустируем. Котлета очень вкусная. Макароны, ну, нормас. Котлета очень хлеб. Мне понравилось, что удивительно. Я пошел писать, захожу, а там над унитазом муха, я начал писать и сбил ее. Короче, она утонула. Ты все равно во время полета взлетала, и я ее сачка сбила гнис туда, она барахталась, а потом я смелла. Как тебе история? Приколюха? Жестко. Иди спасай. Искусственное до коней делает. Искусственное до коней делает. Ну, достойно. Мне понравилось. Что? Муху сбивать. И муху сбивать, и столовка ничего. Я боюсь, что она на меня прыгнет, блин. Блин, черти города, конечно, удивительно. Лягушку у нее. Пум-пум-пум-пум-пум. Здоровайся с моими подписчиками. Ой, господи. Все, поедем. Главное, не раздавить ее потом. Сейчас как задним ходом, да? Будет плохо, лягушечки. Мы взяли с собой еще два хлеба, который Кате понравился. Будет его жевать вместе с компотом. Хорошая столовка. Можно заезжать. Я выкладываю твою уморительную историю про муху. Правда, возможно, тебе это расскажут. Ты этими словами все испортил. Время у нас 20.37. Только что проехали Ростов-на-Дону. А вот, Катя мне помогла. Теперь меня лучше видно. Всем привет отсюда. Я все тебя никак не свожу сюда. Но обязательно с тобой в Гаврош сходим. В Дон посмотрим. И выпьем Дон-Перенеон. Вот это я шутник. Я пошла в Донскую комнату. Те же не украли. А. Да. Парень подошел. Артем. Телефон показывает. Говорит. Это ты? Я говорю, я. Ну вот так. Пройдемте в отделение. Минуту поболтали. Селфи сделали. И все. Ну, периодически подходят подписчики. Мне на самом деле странно. У меня их так немного, но все время в каком-нибудь городе или странном месте ко мне кто-нибудь подходит и спрашивает, я ли это или нет. Мы голодненькие. Хлебушек ест. Не кормят ее. Катя, третью заправку уже ищем. Чтобы взять себе хот-дог. В итоге, блин, нигде нет сосисок. Здесь холодные были замороженные. Говорит, можно из микроволновки. Нет, нет. Что за бред? Что, дальше будем искать или забьем уже? Ну блин, я тебе говорю, через час. Ты можешь пропустить несколько. Хе-хе-хе. Ну что, давай проверять. Есть там. Тут может... А, только смотри. Одно. Одно. И не курение. Мне надоело это уже. Четвертая заправка. Ёлы-палы. Что за фигня? Так. У меня опять ключ не пробивает. Через мой портмонер. Шарик не дали. Ничего не дали. Глаза выпятят. А? Обидненько. Ну что не обидненько? Найдем. Все, ребят, мы расчехляемся. Не знаю, видно нас или нет. Надеюсь, немножечко да. Спать мы будем. Рядом с помпончиком написано, что он работает 24 часа. Я вот подходил и дверки там закрыты. Будем сейчас смотреть ютубчик. Здесь хорошие ЛТЕ. И банюньки. Да. Да. А сколько мы завтра приедем примерно? Вечером? Ну, часика в 5-6. Ну, смотрю, сколько спать будем. Врубил я 23 градуса и кондей. Вон еще чувак приехал. Давай проследим. Он тоже пойдет туда. Или он просто спать, как и мы. Потому что мы ему и скажем. Вот он выходит. Давай просидим, как чувак сейчас. Немножечко. Вот он идет. Чувак. В сторону помпончика. Там закрыта иди обратно. Давай, давай, пробуй открыть дверь. Ага. Херс 2. Вот и я так же. 24 часа. Угу. Вот так вот помпончик. Помпончик теряет клиентов. Вот я вам и показал. Расстроилась. Она сейчас материт помпончик. Доброе утро, друзья. Ну, мы продолжаем хронику нашей поездки. Выяснил, почему помпончик вчера не работал. Там мелким шрифтом на двери написано, что технический перерыв с двух до четырех ночи. С другой стороны, зачем писать 24 часа, что работает? Не согласен. В общем, спали мы сегодня хорошо. Включили кондей на 23 градуса. Вообще, все было прекрасно. Сейчас у нас, ну, практически 12 часов, если не ошибаюсь. Да, 11.52. Сейчас еще постоим пару минут, погреемся на солнышке и поедем. До Воронежа нам 52 километра, по-моему. Прям совсем рядышком. А в Брянск мы в 6, по-моему, приедем. Ну, Катя тоже греется. Классно? Немного ветрено сегодня. Вон, у нас еще погода будет меняться. Забираем компотец. Туда, когда мы едем, там холодно. В Брянске сейчас 7 градусов. Ну, все, потихоньку начался сезон насекомых на лобовухе. Это, в принципе, неплохо. Уж лучше их оттирать, чем не замерзайку лить. Это дешевле. Они обычно водой смываются. Ехали, значит, мы с платной трассы. Проезжаем тут поля. Так воняет говно. Просто жесть. Я уже не могу. Причем непонятно, что делать. Окно откроешь, еще сильнее воняет. Как тебе, Катюша? Огонь? Я не могу разговаривать. Заткни нос и разговаривай. Заткни двором и дыши. Да, запашок тут, ребят, не передать словами. Ну, ты снимаешь самую плохую часть. Там мы ехали по нормальной. Да не было там нормальной. Везде такие колдоебины. Ну, ладно, вот рассказывай. Я уже влетел один с колесом. Вот это прямая 15 километров. Вот в таком. Там до этого тоже жесть была. Ну, до этого что ты не снимал? Ну, до этого а что? Я же не буду всю дорогу снимать. Мне в целом не нравится. Давай, смотри, сейчас заканчиваются ямки и сейчас будет норм. Ну, давай. Давай. Где тут норм? Покажи мне, где тут норм. Вот это норм. Норм. Не такие же ямки, как там. Ну, вот, вот. Это все дыры. Это плохая дорога, некачественная. Ну, по сравнению с тем, что ты снимал, это норм. Там хорошие дороги было 7 километров. Давай, давай, давай. Давай, давай. Все, нам полчасика до дома. Сейчас опять буду гудеть возле вот этого памятника. Радуется как ребенок это. Мне все нравится. Самые любимые, когда в Брянск приезжаю погудеть. Потом головой так качаешь. Прикольно. Как будто не нашкодил. Ван они, машинки. Ван они, машинки. Ван они, машинки. Их сейчас видно, покажи. А то мы все время в ночи снимали. Гудю. Там еще кто такой сел. А то я все время один. Так радуешься к ребенку. Ну да, очень прикольно. ДПС. ДПС. Ну вот и все. Ну вот и все. ДПС.